Ладно, пускай будет такое. Ну что, рассказывайте, как у вас дела, мои хорошие, мои сладкие, самые лучшие. Давно я не выходила с вами в прямой эфир, и поэтому я здесь. Задавайте мне вопросы, миллион вопросов. У меня сейчас должна быть важная встреча. Вот, и я, как всегда, раньше всех, поэтому у меня есть время с вами поболтать. Говорят, что без косметики мне лучше. Да, спасибо. Ну, иногда должна быть с косметикой. Так, ну что, ну что, скинь мне денег, да, кто-то меня спрашивает. Спрашивают, девочки и мальчики, скиньте вы мне денег. Вот, на самом деле, вот, честное слово, очень-очень мне нужны деньги. Поэтому, поэтому, сейчас только что заблокировала. Только что мне какую-то фигню написали, я заблокировала, научилась. Так, ну что, рассказывайте. У вас так много, у всех установлен випен, да, ваш любимый тональный крем, я не знаю. Меня обычно красит моя девочка, мой визажист, я сама себя так не могу красить, я себя вообще не крашу. У меня нет столько сил, времени, энергии и вообще. Так, ну что. Думаешь, хвост сделать? Ладно. Ты откуда? Я отсюда. Я из Москвы. Я из какого города? Я вообще из Сочи. Ну, проживаю в Москве. Так, давайте-ка попробуем, может, фильтр поменять, другой, что мне вообще не нравится, он какой-то слишком яркое такое. А парфюм? О, кстати, по поводу парфюма, нужно же попшикаться. А где он? У меня здесь внизу, вот здесь вот, сейчас покажу, косметика, все такое. Мне девочка, когда приходит красит, у меня здесь всего. Все есть. Ну, а куда она, мы, правильно, приводили, ну, куда она душу моя делала? Вот куда она их делала? Жвачка обязательно, когда она меня красит, мы всегда жмем жвачку, потому что, не дай бог, я любитель чеснока, чтобы, ну, понимаете, а может она тоже зубы не почистила. Так, ну все, духи куда-то, а, вот духи мои. Вот это мне очень нравится. Это мне Яна подарила, девочка, моя подруга. Ну, и духи. Попшик, то есть. Здесь у меня, кстати, платье, которым я буду. Вот оно, платье и теплая такая без рукавочка, кстати, от российского бренда какого-то. Вот, не помню уже от какого, но от какого-то. Тогда я еще не сшила, теперь только свою ношу вещи. Ничего больше. Так, ну что, духи? Так, а это мне подарила девочка из Лас-Вегаса. Зовут ее Светочка. Вот, она живет в Лас-Вегасе. Мы с ней встретились там, затусили. И она мне подарила вот эти духи. Много, 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 много таких пробничков, но настоящих никакой не садовод. Кто не знает, что такое садовод, садовод, ну, кто не из Москвы, садовод это то место, где остается типа Гуччи, типа Шанель. Привет, ребят, привет, привет, привет. Так, ну что. Да, у меня написано 30 человек в эфире, но когда я кладу телефон, там больше. Поэтому ничего не 30. Я знаю, сколько вас подсоединяется, уже миллион 30 вас. Да. Так, ну что, рассказывайте, кто откуда. И я что еще хочу сказать, девочки, мальчики. Скажите мне, кто занимается гелями, кто мастера маникюра, кто мастера нейл-индустрии, кто хочет получить мой гель? Всем вышлю бесплатно. Самое красивое спасибо вам огромное. Привет, Краснодар. Привет, мои хорошие. Обожаю Краснодар. Так, блокируем каких-то идиотов. Так. Откуда у меня, кстати, эти хейтеры мои? Вот откуда. Как они на меня подписываются вообще? Вообще, зачем подписываться на человека, которого вы не любите или который некрасивый, страшный, стрёмный или еще что-то? Зачем? Подписываться на тех, кто вам нравится, дорогие мои. Так, ну что? Ой, вас столько много подсоединяется. Ну, вы задавайте вопросы хотя бы, ребята. Ребята, задавайте вопросы. Привет, привет, привет. Привет. А, я поняла, кто это. А зачем они собираются туда-сюда? Путин. О, боже мой, ребят. Заблокирует тогда. Как они вообще попадают на меня, непонятно, да? Привет. О, привет. Привет. Давай познакомимся. Меня Кирилл зовут. Как тебя зовут? Привет, Кирилл. Меня зовут Алина. Как у тебя дела? Алина, хорошо, Алина. Да у меня, Алина, все дела, все отлично. Вот как у тебя дела? Ага, ну ты молодец. Видишь, почему вот заедать... Плохой интернет, наверное, от тебя. Скажи мне, пожалуйста, ты давно на меня подписан? Да... Ну да, подписан я тебя, конечно. Я за эти твои тиктоки смотрю, короче. Ты очень хорошая. Спасибо большое. Какой ты молодец. А давно ты меня нашел в интернете? Я слушаю. Слушай, слушай. Да, я тебя слушаю. В тиктоке еще нашел. Слушай, Алина, забыл тебе кое-что сказать. Смотри, ты кара с Москвы, да? С Москвы, да? Живешь в Москве, да? Да. Говори. Понятно. Слушай, короче, Алина, я тебе вот поэтому... Алина, я тебе скажу одно. Я, короче, тебе свой номер, телефон скину, объясню. Почему? Чтобы ты мне в телеграме написал. Потому что, видишь, у нас как ловит плохо интернет, сама понимаешь. Я же тебе скинул свой номер телефона, чтобы мы там по телеграмму там пообщались и так далее. Ну, просто видишь, в инстаграме как плохо ловит интернет. Видишь, у тебя сколько раз загружают, сколько у меня. Хорошо, конечно. Если что, мне можешь... Ну, все, давай, если что, то пиши, хорошо? Да, спасибо тебе, конечно. Все, пока-пока. Слушай, ну, давай-давай. Да. Слушай, ты не скинешь свой номер телефона, если ты не можешь, по-моему, хорошо, скинешь свой номер телефона, а потом капнем, попереписываемся и так далее. Хорошо. Ты, кстати, тоже, ты, кстати, смотрю, видишь в ТикТоке отношения? В ТикТоке отношения? Нет у меня никакой отношения. А ты же певица? Нет, я снимаю социальные эксперименты. Слушай, Алина, слушай, забыл тебе сказать, ты же певица, да? Нет, я не певица. Я снимаю социальные эксперименты. Алло, алло, мне тебя очень плохо слышно, у тебя зависает. Хорошо. Хорошо, конечно. Ну, давай, если что, как-нибудь, а то Мишка... Хорошо. Давай, давай, если что. Хорошо. Ребята, кто еще хочет подсоединиться, подсоединяйтесь ко мне в эфир, поболтаем. Ребята, подсоединяйтесь, будем болтать с вами. Завис, завис он. Как тебя выключить тогда, если завис, так интересно. Так, ребят, с кем пообщаться? Кто хочет со мной выйти в прямой эфир, выходите скорее, скорее. О, все, отключился, ну, наконец-то. Кто еще хочет в эфир выйти со мной? Ребята, выходите ко мне на связь и задавайте вопросы. Ну-ка посмотрим запрос. Так, кто-то со мной хочет пообщаться? Ну-ка посмотрим. В общем, я выборочно выбираю, кто хочет с вами пообщаться, можем пообщаться. Вообще, просто поздайте мне вопросы, я у вас кто-нибудь поспрашиваю. Привет. Привет. Как тебе дела? Нормально, у тебя как? Все хорошо. Ты вызвал меня на видео-звонок, рассказывай. Откуда ты сам? Я за твоим инстаграммом зайду, что она сейчас. Да, давно? Давно наблюдаешь? Ну, где-то три месяца вот так. Три месяца? А ты, наверное, раз ТикТока увидел, да? Нет, у меня ТикТока нету. А откуда ты меня знаешь тогда? Инстаграмма. Инстаграмм увидел, да? Да. Да, я скоро выставлю ролики новые. Сейчас давно не выставляла. Скоро выставлю. Там тоже будут такие прям очень грустные. Я думала, что мальчикам не особо нравится, ну, мужчинам мои истории грустные, там все сопливые же. Тебе нравится? Да, я одно видео посмотрел, комментарий написал, я не помню, что писал, честно. Но там у тебя видео со смыслом. Ты знаешь, у меня все видео со смыслом, потому что они же на основе на реальных событиях все. Ну да, это ты в конце, там пишется, по-моему. Да, у меня написано, что история основана на реальных событиях или история, которая могла бы произойти с людьми. Вот, я всегда пишу, но в основном пытаюсь снять истории, которые действительно правдивые. И они все грустные, к сожалению. Ну, у нас жизнь такая, что грусти очень много было. Ну, это жизнь, поэтому я пытаюсь показать людям жизнь, какая она есть, чтобы все знали, что она не такая хорошая, как могла бы быть. А ты, кроме программы ТикТока, чем еще занимаешься? Ой, у меня много чего. У меня салон красоты, допустим, сейчас в Москве. Вообще много чем занимаюсь, но сейчас такая ситуация в стране, что плохо не только вам, но и мне. Не только мне, но и вам. Это отражается на всех. Еще пандемия, это все вместе, поэтому, ребят, сейчас кто бы чем ни занимался, всем плохо. Нужно стараться держаться, просто не падать духом и просто идти вперед. Все равно все будет хорошо, по-другому быть не может. Ну, должно быть хорошо, правильно? А ты с какого города? С Москвы. А, привет. Где-то рядышком может быть. А, это завис. 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 Выключился, очень жаль. Кто еще хочет поговорить, давайте еще. Давайте вот попробуем так. Подсоединяйтесь. Я уже сейчас присоединилась, сейчас посмотрим. Привет, Алин, как дела у тебя? Можно тебя спросить, а ты помогаешь вообще в реальности людям? Сможешь мне, Нюно? Как дела у тебя? Привет. Отлично, ты мне сможешь? Зависаешь. Ребят, ну, на самом деле, это очень, не очень хорошо, просить у людей помощи, которые сами нуждаются в помощи. Я в такой же ситуации, как и все. Поэтому, ребят, нужно, нужно как-то надеяться только на свои силы и не надеяться, не рассчитывать на какие-то другие. Нужно только надеяться на себя. Вот, поэтому, пожалуйста, старайтесь не подать в отчаяние, просто пытаться что-то делать и зарабатывать. В любом случае, опять же, повторюсь, все будет хорошо. Не переживайте. Не бывает так, что при этом все будет хорошо. Еще немножко, чуть-чуть помучимся, а потом будет нормально. Так, ну-ка, принимаем. Я так рада, что я с вами вышла на связь. На самом деле, я около полугода не выходила, с вами не разговаривала. Зависли. Ладно, тогда, ребят, если вы не хотите со мной общаться, не хотите задавать вопрос, тогда все, я побегу. Хорошо? Я всех люблю. Спасибо, что вы у меня есть. Спасибо, что вы на меня смотрите. Спасибо, что вы на меня подписаны. Спасибо, что вы такие хорошие, замечательные. Будьте добрее. Будьте все добрее. Помогайте людям, помогайте друг другу. Помогайте. Смотрите мои тиктоки. Там я описываю, как нужно и нужно поступать. С людьми. Я вас люблю. До свидания. Я вижу ваше сердечко, но здесь зависло все. Я не вижу ваши вопросы. А вот, пошли. Давайте присоединяйтесь, поболтаем. Ладно, все, я вас целую.